И так те же самые люди, скрывавшие эту информацию, солгавшие о поворотном моменте в современной истории Америки, имеющие данные об участии спецслужб США в убийстве президента Америки, эти же люди теперь руководят участием США в конфликте на Украине, американцы сражаются с Россией. И это участие значительно возросло. Согласно многочисленным сообщениям, администрация Байдена готовится отправить на Украину ПРО системы Патриот. И это не системы земля-воздух, это дальнобойные системы, которые могут сбивать как ракеты, так и самолеты. Это самое продвинутое вооружение, которое мы посылали на Украину, что говорит о многом. Еще недавно, в марте, Пентагон отрицал, что когда-либо так поступит. Высокопоставленный чиновник из Минобороны сказал в марте, цитата, «Поставка систем Патриот на Украину не обсуждается, так как для этого вам придется отправить и солдат для управления ими». Другими словами, американские войска будут непосредственно сражаться с Россией, и Конгресс не разрешал этого. Американскому народу это тоже не нравится, так что нет оснований для этого. И, конечно, у этого огромные риски, но теперь мы будем. Отправка войск на Украину больше не проблема. Это больше не гипотетическая проблема, это реальность. И демократы продвигают это в Конгрессе. Смотрите. Мы можем дать им системы ПВО, конкретно системы Патриот, и нам нужно ускорить их поставку. Я призываю Соединенные Штаты давать Украине больше. Я считаю, что мы должны дать системы Патриот, а также другие системы под названием Амарам. «Насколько вас волнует, что поставка этих систем Патриот приведет к серьезной эскалации в этом конфликте, в котором теперь напрямую будут участвовать и США, и Россия?» Да не особо, Эрин. Да, не особо. Он не переживает, так как это уже происходит. Американские военнослужащие сражаются с Россией прямо сейчас, это факт. Но как Россия ответит? Насколько мы близки к чему-то ужасному, большинство американцев не знает, так как новости из России здесь запрещены. Вам не разрешено знать, цензура прямо как в Северной Корее. Но вы должны знать, что российский МИД предупредил, что будут, цитата, последствия, если администрация Байдена отправит системы Патриот и американские войска на Украину. Это российская пропаганда? Нет, это то, что они сказали. И чтобы подтвердить сказанное, российская власть только что показала видео ядерной ракеты Ярс. Эта ракета может ударить как по Соединенным Штатам, так и по Англии. Вы видите этот ролик прямо сейчас. Вы видите приведение ракеты Ярс в готовность на юге от Москвы. Российский генерал заявил государственным СМИ, что планируется ударить по Лондону. Цитата, «Вам нужно бить сначала не по Вашингтону, он слишком далеко, а Лондон рядом. И из Лондона вся эта зараза и идет». Итак, как бы вы ни относились к Украине, вы можете быть против вторжения России на Украину. Большинство против, мы против. Это все очень серьезно. И вы, наверное, думаете, что в Конгрессе это заметят, но им, видимо, наплевать. Как недавно сказал Адам Шиф, Армагеддон не слишком высокая цена за защиту, цитата, «демократии» на Украине. Считаете ли вы, что растет риск прямого столкновения? Я считаю, что да. И я считаю, что это не страшно, что администрация Байдена проделала прекрасную работу по этому вопросу и держит ситуацию под контролем. Но вы видите, что Путин продолжает размахивать ядерной дубиной, что очень опасно. Но это не может отпугнуть нас от дальнейшей всесторонней поддержки Украины. Как мы оказались там, где Адам Шиф? Который явно нечестен и безумен, практически псих, глядя на его поведение, играет существенную роль во внешней политике США. Это пугает. Практически все, что они рассказывали нам с самого начала об этом конфликте, было ложью. И еще раз, народ об этом не знает, потому что наши СМИ под контролем правительства США, что мы недавно узнали из данных Твиттера. Но давайте по-быстрому пробежимся по некоторым моментам. Они говорили, что санкции уничтожат российскую экономику. Джо Байден сказал это в своем обращении к народу. И что? Ну, этим летом российский рубль показал семилетние верхи. А пару месяцев назад русские опубликовали огромный рост объемов торговли. Российская пропаганда, нет экономические факты. Наша политика не работает. Она контрпродуктивна. С января по сентябрь этого года объем торговли России вырос на 127 миллиардов долларов по сравнению с этим периодом прошлого года. Что в два раза выше предыдущего рекорда в 2008-м. Вот вам итог санкций. Помните, как нам говорили, что санкции уничтожат Путина? Лжецы. Репортер Rebel News Джереми Альфреда поехал в Москву, чтобы глянуть, что там происходит. Оказалось, что все в порядке. То, что мы делаем, вредит не им, а только нам. В московских магазинах еда не закончилась, да и цена на нее нормальная. Посмотрите. Войдя внутрь, я был удивлен. Было видно, что это не просто нормальный магазин, но он также забит едой. Пасты Борилла, которую вы можете найти в любом магазине Америки, столько, что мне нужна была бы лестница, чтобы добраться до Лингвини. Но я все еще сомневался, так как не могут же Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост врать. И какие же здесь цены? В магазинах может и есть еда, но из-за дефицита инфляции цены будут такие, что никто не сможет ее купить. Сначала я подошел к молочке, кефир, 1%, 2%, 3% и даже 4% молоко, йогурты и молокосодержащие продукты. Выбор широк. Я взял литр обычного молока, 89 рублей или доллар 41. Потом я подошел к мясной секции, там была говядина, курица, индейка, свинина и даже крольчатина. Я взял фунт фарша говядины, 175 рублей или 2 доллара и 78 центов. Всего за молоко, яйца, хлеб и грибы 499 рублей или 7 долларов и 92 цента. Оказалось, что ведущие СМИ не были особо честны по поводу влияния санкции на стоимость основных продуктов в России. Нет сомнений, что мы будем обвинены в российской пропаганде за показ этого ролика. До нас это и не волнует. Но это позволяет нам сделать очевидное умозаключение. Это новости, это факты. Мы даем вам информацию, вы делаете с ней что захотите. Это не пропаганда. Пропаганда это когда вы скрываете информацию от населения. Для того, чтобы принимать решения, которые оно вообще-то не поддерживает, этим и занимается Северная Корея. Это делал Советский Союз. И это то, что мы делаем здесь. И поэтому мы благодарны Джереми Альфреда за то, что он съездил посмотреть, что на самом деле. Он с Rebel News. Джереми, спасибо огромное, что пришел к нам. Я уверен, что на тебя будут нападки, как на орудие Путина. Но неважно. Лучше скажи, что ты там увидел. Глядя на магазин, видно, что санкции не особо повлияли на Москву. Я как раз был в пути, когда увидел, что Нью-Йорк Таймс говорит о дефиците времен Союза. Вашингтон-Пост говорил что-то о нехватке насущных товаров. В Foreign Policy была размещена статья, говорившая, что экономика России — это черная дыра, причем невиданных до этого размеров. И знаете, я слегка нервничал, пока ехал туда. И я поехал в сельскую местность за пределами Москвы и зашел в магазин, который вы сейчас видели. И, ну знаете, товары были дешевые, и их было больше, чем здесь, в Whole Foods, в Нью-Йорк-Сити. И знаете, в чем цель? В чем была цель этих санкций? Цель, очевидно, была вызвать беспорядки, дефицит, вызвать недовольство правительством в надежде, что люди выйдут на улицы. И в итоге всего этого мы хотели смены режима в России, мы хотели другое правительство. Но, как вы можете видеть, этого не происходит. Нет. Я говорил сотнями людей в России, и они распределились по трем разным категориям в их отношении к санкциям. Первая категория людей — они называют себя патриотами России. И им плевать, что они не могут смотреть Нетфликс. Им плевать, что ушел Спотифай, и что они не могут посылать деньги за рубеж. Они верят в цель и поддерживают свое правительство. Другая группа людей, вы бы назвали их либералами, они повсюду. Они против санкций, но только потому, что не могут поехать в отпуск. Не могут, ну знаете, смотреть Нетфликс. И они против войны, так как они против санкций. Они хотят жить, как жили, относительно комфортной жизнью. И еще группа людей. Они даже не заметили, что что-то произошло. Они покупают еду в магазине, бензин дешевый, так что они ездят. На них санкции не повлияли вообще. Точно. То есть смысл этого всего в том, что санкции повлияли на нас, как и Западная Европа, и они рушат нашу экономику. И я хочу вас спросить для протокола, завербованы ли вы агентами путинского правительства? Оказал ли кто-либо из путинского правительства влияние на ваш репортаж каким-либо образом? Никто из правительства, любого правительства, не был со мной. Я был сам по себе, ходил и снимал то, что видел. И мы благодарны за это, так как чем больше свободного потока информации, тем лучше для демократии. Джереми Альфреда, спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok